Реальность, подходящая к концу рабочей недели, все, что врезалось в память, анализируем вместе в итоговой информационной программе от редакции «Репортер 73» в студии Анжела Забашта. Здравствуйте! Конец недели знаменуется несколькими праздничными датами, но эту программу мы не можем не начать с воспоминаний о страшных днях, которые буквально разделили историю современной России на до и после Беслана. Ровно 15 лет назад вероломный и бесчеловечный захват заложников в маленьком осетинском городке закончился гибелью 333 человек, из которых 186 были детьми. Время не залечило раны и пока не помогло расставить все точки нады в этой кошмарной истории. Об этом как один свидетельствуют несколько документальных фильмов, снятых как официальными СМИ, так и видеоблогерами. Увы, даже общенациональная трагедия не приводит к общенациональному единству кипят, ожесточенные споры о правых и виноватых об уместности журналистских высказываний и неудобных для власти вопросов. И согласие по этим поводам наступит не скоро, если наступит вообще. 3 сентября сотни ульяновцев пришли к памятнику герою Беслана Дмитрию Разумовскому для того, чтобы отдать дань памяти всем невинно убиенным в стенах первой школы. 334 погибших, включая 186 детей. Результат террористической атаки на Бесланскую школу в 2004 году. 15 лет спустя по всей России проходят акции памяти о погибших в этой трагедии. На митинг-реквием в Ульяновске собралось более тысячи человек. Представители власти, духовенство, школьники и их родители. Город совместно со всей Россией скорбит о погибших. Ровно 15 лет назад вооруженные до зубов, отпетые негодяи, умыли свои руки кровью этих детей, взрослых людей, мирных жителей. И день знаний в Бесланской школе номер один обернулся для многих днем выживания, а для кого-то и днем смерти. Митинг – инициатива Центра предупреждения распространения идеологии терроризма и экстремизма. В этом году по области пройдет декада «Мы помним Беслан», которую сегодня открыл митинг. В ходе шести дней памяти проведут соревнования по мини-футболу, конкурс детских творческих работ, встречи и конференции. Мы уже второй год проводим это мероприятие. Это мероприятие мы проводим с помощью грантовых денег, которые выделяет правительство Ульяновской области. То есть я второй год подряд выиграла грант на реализацию проекта. В прошлом году у меня был проект, который называется «Вместе против террора». В этом году у меня называется проект «Томатическая декада. Мы помним Беслан», посвященный 15-летию сегодня трагедии в Беслане. Современные дети знакомы с трагедией 2004 года по рассказам родителей и сюжетам из новостей. Несмотря на то, что террористический акт произошел до рождения многих из них, они понимают масштаб потерь. 334 белых шара по числу погибших за три дня Бесланской трагедии взлетают в небо. Я считаю, что терроризма не должно быть. Дети не должны видеть зло, да и тем более становиться его жертвами. На мой взгляд, против терроризма должны объединяться все, как взрослые, так и дети. Люди любой национальности. Такие события нужны обязательно для антитеррористических мероприятий. Они нужны для того, чтобы дети не становились террористами, чтобы у них было хорошее будущее. И они боролись с ним. Митинг «Реквием» завершился открытием обновленной памятной доски нашему земляку Дмитрию Разумовскому, подполковнику, погибшему при штурме школы номер один и освобождении заложников. Сегодня памятные речи, в которых главное слово «мужество» произносят знакомые и сослуживцы погибшего. Курсант Разумовский стал авторитетом среди своих сокурсников за твердость характера, за умение постоять, за правду. Он не терпел лжи и лицемерия. О том, каким был Дмитрий, уже многое сказано и многое написано в этом отношении, то, что это был человек очень решительный, мужественный, профессиональный. И такой профессионализм он еще и свою закалку получил, когда он служил в погранвойсках. И зарекомендовал себя с великолепной стороны еще на границу. Дмитрий Разумовский изображен на памятнике с ребенком на руках. Сослуживцы отмечают, что детей из здания Дмитрий не выносил, однако стал символом спасения заложников, который напоминает – терроризм должен быть побежден. Большинство религиозных людей уверены, что страдание приближает человека к Богу. Скептики спотыкаются о последнее слово и в очередной раз простые смыслы подменяются сложными аргументами споров. Хотя дискутировать по сути не о чем, своя боль неименуемо учит понимать и принимать боль ближнего и побуждает к состраданию и деланию добра. 5 сентября во всем мире отметили День благотворительности. Согласно проведенному специально к этой дате исследованию, доля россиян, которые жертвуют на благотворительность, крупные суммы – это от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, в 2019 году выросло до 25% против 18 прошлого года. Причем активнее всего в благотворительной деятельности участвуют люди 25-34 лет с доходом выше 40 тысяч рублей. Руководители среднего звена и специалисты с высшим образованием – жители северо-западного и нашего Приволжского федеральных округов. Им слово съемочная группа репортера отправилась на улицы города. Занимаются ли ульяновцы благотворительностью и какой именно ответы в нашей рубрике «Глаз народа». По статистике люди начали меньше подавать на улицах, и при этом они больше жертвуют, занимаются в целом вообще благотворительностью. Скажите, вы занимаетесь, может быть, благотворительностью или наоборот подаете? У меня очень маленькая пенсия. Мне, наверное, самое надо, чтобы кто-то подавал. Подаю. В автобусы заходят, всегда подаю. Да. Бедным, которые действительно имеют в этом необходимости. А как вы определяете, вот имеют необходимости или не имеют? Жизненный, богатый жизненный опыт. Вот, например, вот та женщина, она 5 лет уже сидит и расскажет, что у нее дом сгорел. А вот там вот сидит молодой человек, у которого нет там рук и ноги. Я, конечно, подам ему, потому что он не может работать. Слишком много мошенников и таких людей, которые за счет этого как-то наживаются, поэтому стараюсь не подавать. На улице подаю около церкви. Просат больным детям, а у меня сразу сердце сжимается. И я не могу смотреть, что люди страдают в наше время, в такой век. Благотворительный фонд, который здоровьем детей занимается. Если у меня есть, если у меня есть, конечно, я дам. Я хочу помочь бедным. Просто так я не даю здесь, не подаю. Детям помогаю, больным детям всегда. От имени моей жены, от моего сына и от себя. Сама нуждаюсь. Пенсия какая? Нам бы уж помогали бы. Нет, ни жертву не подаю. Если мне хочется помочь человеку, я помогаю. А вот так в никуда, я считаю, что это нецелесообразно. Я скорее кормлю животных, чем подаю на улице. 8 сентября Симбирск-Ульяновск отметит 371-ю годовщину со дня своего основания. В канун празднования областные и региональные власти преподнесли горожанам замечательный и очень полезный подарок. По поручениям губернатора Сергея Морозова и главы города Сергея Панчина, список внутридворовых территорий и различных участков тротуаров, которые должны быть отремонтированы в текущем году, расширен со 153 до 258 адресов. Работы ведутся в усиленном режиме. На 4 сентября асфальт уложен на 194 адресах. График рассчитан до конца октября. Он может быть скорректирован, в том числе в связи с погодными условиями. А вот корректировать в связи с ним празднование дня города, скорее всего, не придется. Синоптики обещают солнечно и плюс 20, а мэрия содержательно и плюс 100% удовольствия. «Мой город, любимый, земля моя». Под таким девизом пройдет 371-й день рождения Ульяновска-Симбирска. Праздник начнется с 10 утра и продолжится до 10 вечера. Без подарков не обойтись. В парке 40-летия откроют отремонтированный спуск к Волге, на улице шоферов презентуют памятник, включат фонтан в Винновской роще. Большое внимание мы уделили как раз подготовке всех общественных пространств, дворов, для того, чтобы наше население почувствовало вот эту такую предпраздничную атмосферу. У нас объявлены субботники, и все жители города Ульяновска активно включились в этот процесс. Главное богатство города – люди. Старались для них. Режиссерская группа тщательно прорабатывала сценарий, предварительно обговорив его с инициативными жителями. Развлекательных площадок у нас будет очень много. По разным направлениям, в разных жанрах, и для разных возрастных групп, и для малышей, и для людей серебряного возраста. Пожалуй, впервые мы даем людям серебряного возраста площадку центральную, где в 15.30 также пройдут такие очень интересные мероприятия, ретро-программа будет организована. Без ограничений не обойдется. 8 сентября движение транспорта с 8 утра до половины 9 вечера по улицам Ленина и Энгельса закроют. Нельзя будет проехать с 11 утра до 22.30 на Театральную площадь и вдоль гостиница Советская. Улица Гимова, переулок Карамзина и бульвар Новый Венец будут недоступны для автомобилистов с часа дня до полодиннадцатого вечера. Улица Ленина на один день примет свое историческое название Московское. Масштабный туристический фестиваль раскинется от железной дивизии до улицы Энгельса. Частицу истории в виде военно-исторической реконструкции боя за Симбирск можно будет увидеть своими глазами прямо здесь. Каких только званий у именинника нет. Авиационная столица, молодежная столица, родина Колобка и буквы Йо, родина Ильича и литературный город ЮНЕСКО. Последним в списке, но не последним по значимости статусом город гордится сильнее прочих. Скверка Рамзина 8 сентября будет оправдывать свое литературное имя. Интерактивное пространство «Четыре гения окно в мир» захватит жителей в творческий круговорот. Стихи, песни, гимн Ульяновской области. Писателей представит гость из Новой Зеландии. Участник писательской резиденции Ульяновска Дэвид Ховард. В преддверии дня рождения города проходит фестиваль «Экскурсион». С 5 по 8 сентября 21 экскурсия. Конечно же, главная площадь города станет центральным местом праздника. Велосоревнования для детей 4-6 лет, турнир по баскетболу, концерт, посвященный национальному единству и торжественное открытие праздничных мероприятий. 371 – полет нормальный, на котором почетные жители города получат благодарственные письма. В 22.00 можно будет увидеть яркое окончание дня города. Праздничный фейерверк на новом венце. Валерия Чурова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. 371 день рождения отметит Ульяновск. Ближайшие выходные. Родина Гончарова и Григоровича, Языкова и Ульянова. Историю города пишут люди. А город как человек рождается, взрослеет и стареет. Сохранить его историю можно на бумаге учебника или экране. Кстати, Ульяновск гордится богатой кинолетописью. Каким город предстал, на экране узнавала моя коллега Екатерина Терещенкова. К столетию Владимира Ильича Ленина в Ульяновске откроется новый мемориальный музей. Музей семьи Ульяновых. На кадрах Ульяновск 1969 года. Таким его сохранил на пленку режиссер Пэт Петерс Войнасту. В советское время, когда кино было признано одним из важнейших искусств, Куйбышевская студия кинематографии выпускает журнал по Волжье. И когда жизнь стала меняться, когда все нужно было выбрасывать, и я знаю, что многие регионы... Кинопленка, она ведь особенно черно-белая, она была серебросодержащей. И многие регионы просто смыли это хозяйство, сдав на серебро и так далее. Мы поступили немножко по-другому. Мы ничего не выбросили. И уж тем более, мы не выбросили те киножурналы, в которых были сюжеты о нашей родной Ульяновской области. Сегодня областной кинофонд бережно хранит более 400 документальных кадров истории 73-го региона. Строительство Ленинского мемориала, приезд партийных и государственных деятелей. Хроника города зафиксирована на черно-белых и цветных кинопленках. Вы увидите молодыми наших губернаторов, вы увидите молодыми... Может быть, даже и где-то из себя, потому что я знаю такой случай, когда Политехнический институт готовился к юбилею и брал у нас кадры кинолетописи. И гости, которые приехали из Москвы, вдруг узнавали себя молодыми студентами на экране. История самого регионального кинофонда начинается с 43-го. 15 февраля с образованием Ульяновской области открыта Ульяновская областная контора главкинопрокат. Здание было совершенно такое вот, ну, техническое. А почему это так было? Потому что вы знаете, что раньше 35-миллиметровая пленка, кинопленка, она была пожароопасной, она горела очень хорошо, она взрывалась. И поэтому типовые здания кинопрокатных организаций, которые раньше это было, да, они строились всегда на глубокой окраине города. И это была, вот сегодня Радищево-148, там, где мы находимся, это была глубокая окраина города. Поэтому здесь было построено этот пожароопасный объект. Кстати, здесь, в Люмьере, все подчинено строгой кинематографической логике. Например, оба зала называются в честь братьев старшего и младшего. А здесь, в зале имени Луи, и вовсе 35 посадочных мест. Почему? Потому что на первый киносеанс братьев Люмьер было продано ровно 35 билетов. Ульяновск неоднократно становился съемочной площадкой знаменитых кинолент, привлекая режиссеров широтой Волги авиационной мощью. В хрониках останется и ныне гордость Ульяновска, президентский мост. Правда, в его не самый привлекательный период, когда стыдливо назывался 20-летним долгостроем. Сегодня Ульяновск культурная и авиационная столица, родина Колобка и айтишников. В прошлом – Симбирский город трех рек. В настоящем – город с живописной местностью, интересной историей и уникальными людьми. Екатерина Терещенкова, Иван Демидов, репортер 73. Социальная сфера образования и, конечно же, здоровье. Кто откажется жить до 80 лет? И не просто жить, а быть готовым к любым вызовам современности, сохраняя здраво и ум, бодрость тела и оптимизм. Можно ли этого достичь? О сельском хозяйстве, инфраструктуре региона, промышленности и, самое главное, о людях. Работать в интересах каждого непросто, но уже многому научено, в том числе и на своих ошибках. Губернатор Сергей Морозов, которому 6 сентября исполнилось 60 лет в своем плотном рабочем графике, нашел возможности и дал эксклюзивное интервью нашему каналу. Смотрите в телеэфире и на сайте репортер 73 после итогового выпуска. Кстати, социальные сети буквально взорвались и жители города, и организации. Чиновники один за другим выкладывали многочисленные поздравления. Репортер 73 присоединяется к ульяновскому флешмобу. Губернатор области желаем успехов в работе, новых творческих идей для развития 73 региона и, конечно, счастья и внутреннего спокойствия. Планка поднята очень-очень высоко. И поэтому приходится каждый такой определенный период менять команды. И вот каждая команда выполняет тот объем работы, который ей поручит. Вы готовы возглавить Ульяновскую область? Нет, пока нет. Почему? Не знаю. Есть кому. Потому что, да, скорее всего, не хотят такую большую ответственность на себя положить. То есть это все-таки тяжело? Ну, я думаю, что да. У нас уже имеется история успеха. А раз история успеха есть, значит, мы знаем, как правильно поступить. Поэтому, когда президент обозначил амбициозные задачи, цели, по некоторым из них мы уже работаем. И для нас это не критично. Тоже большая ответственность перед людьми. Не готовы к ответственности? Ну, я думаю, я не готов. Почему? Ну, у меня недостаточно качеств. Нет, у меня недостаточно качеств, которые обладают люди на таких постах. Ну, вот что кроме честности еще должно быть? Ну, я думаю, образование прежде всего, честность. И чтобы к людям он относился прежде всего так, как он относится к своим близким и к своей семье. Они дали мне поручение о том, чтобы наш регион был счастливым, чтобы хватало денег на содержание семьи, хватало денег на решение всех тех вопросов, которые необходимы для каждой семьи. Я возглавляю не область, а учреждение, в котором 30 подчиненных. И вот у меня иногда голова трескается в конце недели, так что я уже фамилии свои не помню. Поэтому, ну, если на меня повесить Ульяновскую область, то я думаю, ну, меня, ну, может, на два дня хватит. А через два дня я или с ума сойду, или еще чем-нибудь случится. Конечно, есть и амбициозные цели, которые нам трудно будет достичь. Но, с другой стороны, это благородная цель. Кто из нас откажется жить больше 80 лет? Ну, такой средний уровень жизни. Причем, чтобы не только наши замечательные женщины достигали этого возраста, но и мужики, наконец-то, начали относиться с любовью к жизни, с любовью к своему здоровью и стремились жить. Ну, вы готовы вас плавить, Сергей? У нас один лидер, Сергей Иванович Морозов. Не думаю. Почему? Ну, потому что, наверное, не обладая каким-то таким качеством еще, пока не развил себя. То есть, это тяжело все-таки? Ну, это тяжелый труд, конечно. Нужно стараться, пытаться, много чего достигать, каких-то целей разных. Я не работаю. Если вы считаете о том, что я работаю, значит, вы меня не поняли. Я считаю свое время, которое я нахожусь на этой должности, служением. Я как учитель, как врач, я служу. В этом мое предназначение. По крайней мере, я сам для себя его написал и всегда говорю. И, конечно, я это делаю с любовью. Проблема планетарного масштаба и пути решения с 2021 года в Евросоюзе хотят запретить использование пластиковых тарелок, стаканчиков и соломинок для питья. В ближайшие несколько лет аналогичные изменения ожидаются и в других странах, готовых отказаться не так мало. В списке Коста-Рика, Индия, Тайвань, Вануату. Россия тоже решила не отставать. Минприрода готовит законопроект, запрещающий продавать одноразовую посуду из пластика. Только вот не сообщает, когда документ вступит в силу. Практически одномоментно появляется вторая новость и тоже о пластике. В Государственной Думе заговорили о том, что после 2025 года в нашей стране запретят использовать полиэтиленовые пакеты. Никаких больше полиэтиленовых пакетов. Если Россия действительно к 2025 году откажется от их использования, то в магазине, вероятнее всего, мы увидим нечто подобное. Вот, например, мешок для взвешивания. Максимальная нагрузка здесь 2 килограмма. Нам сообщает, что использование такого пакета заменяет более 180 фасовочных полиэтиленовых пакетов в год и тем самым снижает загрязнение природы. Вот есть такие хозяйственные сумки. Они побольше. Максимальная нагрузка здесь 3 килограмма. Для крупных торговых сетей это уже не новость. Часть из них давно отказалась от продажи полиэтилена. Взамен покупателям предлагают эко-сумки или бумажные пакеты. Другие на подобные меры пока не идут, но вводят для покупателей, например, скидки, если те отказываются от пластика. Холчевые сумки, фасовочные мешочки и любую другую альтернативную упаковку, конечно, можно смастерить и самостоятельно. Или отправиться к тем, кто отшивает их на заказ. Я начала интересоваться экологией. Произошло это совершенно случайно. И как-то у меня возникла мысль о том, что можно создавать свое дело, потому что в этот момент как раз мне мама сшила мешочки, сама из ткани, которая у меня была дома. И я подумала, почему бы не шить на чай для людей. Это понятно. Это такой пакет для того, чтобы заменить стандартные пакетики целлофановые для развеса овощей, фруктов, например. Что-то весового. Это что? Ну вот, допустим, это можно использовать то же самое. Просто это сделано из другой ткани. И сюда можно класть что-нибудь, например, то же самое, что и туда. Но также в него можно класть какой-нибудь перекус и брать его с собой. Теперь многоразовыми могут быть и пахилы. Но защита окружающей среды – это только одна сторона медали, другая – как будет чувствовать себя экономика, если, например, уже в ближайшее время одномоментно в России запретят использование полиэтиленовых пакетов. Есть определенные расчеты. Согласно этим расчетам, доля подобной продукции в структуре ВВП составляет где-то 1-2 десятых процентного пункта. То есть при прочих равных, если бы мы взяли сегодня, отменили производство, то экономика, допустим, в следующем году выросла бы примерно на 1 десятую процентного пункта меньше, чем, собственно, могла бы вырасти при прочих равных. То есть если мы, допустим, говорим, что экономика России в следующем году выросла бы на 2 процента, то с учетом отмены и, соответственно, перестройки отраслей под новые требования рост бы составил 1,9 десятых. Для экономики резкий переход окажется не таким существенным, но все же заметным. Негативный эффект будет проявляться на протяжении 1-2 лет. Срок поставлен до 25-го, потому что мы прекрасно понимаем, что есть производители этих полиэтиленовых пакетов. И не хотелось бы рушить систему бизнеса. И, конечно, бизнес будет недоволен, если мы это сделаем. Поэтому мы идем по пути других стран. И в других странах это обязательно всегда проходило в определенный срок. Любое принудительное быстрое изменение приводит к экономическому шоку, поясняют эксперты. При отсрочке запрета на использование до 2025 года, вероятно, что влияние на экономику действительно будет около нулевым. Анжела Забашта, Евгений Луковкин, Иван Демидов, Геннадий Бухтояров. Репортер 73. 2019 год театра в России. Ульяновская область вступила в него уверенно с конкретными результатами работы только за три последних года. Театральная сеть региона приросла двумя сетевыми единицами. Димитровградским филиалом Ульяновского областного театра «Кукол» и Ульяновским молодежным театром. В этом году на поддержку и развитие этой деятельности в Ульяновской области направляется более 90 миллионов рублей. Принято решение о проведении в региональном театре юного зрителя реконструкции здания. Из федерального бюджета выделено более 16 миллионов рублей на реконструкцию театра «Кукол». Наглядное воплощение тех усилий – фестиваль «Золотая маска», стартовавший в областной столице. Год театра не завершается, он еще продолжается. Много чего было в прошлом театральном сезоне. Всего мы 40 проектов реализуем на территории Ульяновской области. И вот, наконец, «Золотая маска». Фестиваль «Золотая маска» Ульяновск принимает уже в шестой раз. Впервые познакомиться с постановками, лауреатами и номинантами престижной театральной премии удалось в 2012 году. В год театра масштабное культурное событие. в областной столице откроет постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского «Кант». Действие спектакля происходит 200 лет назад в городе Кёнигсберге. В гостиной философа Эммануила Канта, где он обедает с гостями. Особенность пространства, оформленного художником спектакля, в создании так называемого шестиугольника. Зрители размещают на скамьях, а сцена, где находятся обедающие гости, занимает небольшое пространство в центре. «Спектакль «Кант» был в лонг-листе «Золотой маски», потому что вы должны понимать и знаете, наверное, что мы привозим спектакли, которые входят в лонг-лист, или которые номинируются, или лауреаты». Кстати, в прошлом году постановка ульяновского драматического «Капитанская дочка» также вошла в лонг-лист фестиваля. «Мы стараемся приглашать экспертов, приглашать критиков театральных, посмотреть наш репертуар сезона, чтобы как-то… И вообще ориентируемся, Игорь Матвеевич, ориентируемся на лучшее, то, что здесь мы можем благодаря вам посмотреть, и дальше как бы вот себя сконцентрировать именно во всех самых важных вещах театрального дела». О второй работе, которую увидят зрители Игорь Костолевский, говорит, с особой теплотой. Постановка «Изгнание» получила семь номинаций, а артист Вячеслав Ковалев стал лучшим драматическим актером, по мнению членов жюри театральной премии. Афиша «Золотой маски» этого года включает шесть спектаклей. Они пройдут в двух театрах Ульяновска – драматическом и юного зрителя, а также в драматическом театре в городе Димитровграде. Фестиваль продлится до 13 сентября. Марина Тимофеева, Екатерина Музуряк, Иван Димидов, репортер 73. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А нужно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 13,05% годовых. Звоните. 31 50 65. И в завершении телефон рекламного отдела 30 41 73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30 41 73. И вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите онлайн. Тройной W.reporter73.tv. Реальность сама складывает картину дня.